Привет, друзья! Я думаю, те из вас, кто нашел 15 минут, чтобы смотреть очередной выпуск Мегадрома, не пожалеют об этом. Еще бы! Сегодня вы увидите потрясающие игры для 16 и 32-битных приставок, в числе которых Contra для Мегадрайв и виртуальный полицейский для Сатурна. Дум Труберс или Солдат Судьбы. Так называется наша первая игра. Ничего общего со знаменитым Думом она не имеет. Хотя может исполнение другое, зато смысл тот же. Взяв руки и оружие, вы будете отстаивать свою родную планету от нашествия сил зла. На этот раз всеобщему благолучию угрожает Легион ЧМ. Естественно, что лишь один, но максимум двое сменщиков рискнут сразиться с бесконечными толпами бессердечных злодеев, которые откровенно заявляют, что и следа от людей не останется во Вселенной. Если вы с этим согласны, то можете спать спокойно. Если нет, зовите лучшего друга и вперед. В самое пекло последней битвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, все уже поняли, что это за игра стоит у нас на очереди. Это Contra Hard Cops. Последний эпизод из знаменитой серии, знакомой многим по 8-битным приставкам, где Contra до сих пор пользуется заслуженной популярностью. Не думаю, что буду большим пророком, если скажу, что эта игра будет одним из хитов сезона. Главное ее достоинство – это огромное разнообразие врагов и боссов, которых вы встретите на своем нелегком пути. Авторам можно отдать наивысшую оценку за фантазию и изобретательность. Посмотрите сами и убедитесь, что это не пустые слова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В начале игры вы сможете выбирать одного из четырех бойцов. Это Рэй и Шина – обычные люди. Зато их друзей ни с кем не спутаешь. Фанг, Волк, Оборотень и Браунь – маленький юркий киборг. Каждый из них способен нести четыре вида оружия одновременно, а при желании не уступит по мощности артиллерийской батареи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим, 16-битные игры продолжают нас радовать. Приятно, что можно выбирать из такого количества хороших игр. Похоже, наконец, что Sega Mega Drive и Super Nintendo окончательно берут веру. Такой популярности способствует и тот факт, что 16-бит становится все более доступным. Так, фирменная Sega Mega Drive в магазине Game World стоит уже 480 тысяч рублей, что гораздо дешевле, чем, скажем, два месяца назад. И будем надеяться, что такая тенденция продолжится и в будущем. Какая в прошлом году была самая лучшая игра на Super Nintendo? Правильно, Donkey Kong Country. Мы увидели потрясающую трехмерную графику и услышали невероятный звук. Казалось, что лучше уже быть не может. Все возможности приставки исчерпаны. И Donkey Kong станет лебединой песней 16-битной эры. Но нет. Фирма Рея выпускает зубодробительный боевик Killer Instinct, потрясающих всех фанатов электронных поединков. И вот долгожданное продолжение самой популярной игры 95-го года. Donkey Kong Country 2. Diddy Kong Quest. Как вы уже догадались, главная звезда здесь малыш Diddy Kong. А помогает ему подружка Дикси Конг. Обладательница русой косы. А дело им предстоит очень трудное и опасное. На этот раз украдены не какие-нибудь бананы, а сам Donkey Kong, любимец игроков всего мира. Похитил его брат главного злодея из первой части, Командор Ву. Ему служит целая армия пиратов, кревлингов, злобные осы, дикобразы и много прочей живности. Правда, и у наших героев-друзей тоже добавилось попугай, удав, морские котики, сороконожка. Графика в игре даже превосходит первую часть, а по наморотам далеко ее опережает. Огромное количество тайников, секретных уровней, игровые шоу, встречи с дедушкой, дающей полезные советы, и бабушкой, которая обеспечивает запись текущего состояния игры. В игре более ста разнообразных уровней. В общем, я уже две недели не могу оторваться от приключения Диди Конга. А это, поверьте мне, кое-что да значит. Между 8 и 16 убитыми приставками, то на западе уже вовсю хозяйничает техника 30-х убитых. Хотя по части информации и мы стараемся не отставать. Впереди 3DO, PlayStation и Saturn. Настоящее и будущее видеоигры. Раз уж игры-поединки являются такими популярными, то в каждой программе я найду место для игры такого типа. На этот раз обратите внимание на самурай Шоудан. Самурайские разборки. Вообще все боевые игры можно разделить на три типа. Первый с рисованными персонажами мультипликационного вида наиболее ярко представляет Street Fighter 2. Второй с ацифровными бойцами, знакомым вам по серии Mortal Kombat. И наконец, третий тип, основоположником которого является Virtual Fighter, стал возможен совсем недавно, с появлением мощных приставов. Но что интересно, с появлением новых типов, старые и не думают логосать. Наоборот, все они интенсивно развиваются, и самурай Шоудан яркий тому пример. Действие происходит в XVIII веке в Японии, где проводится традиционный турнир, в котором принимают участие как и местные самураи, так и гости со всего света. Причем применение оружия не только не запрещается, но и поощряется. От самурайских мечей для ручных цепок и прочих экзотических вещей. КОНЕЦ 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 Пожалуй, с количеством поединков может поспорить только быстро растущее семейство жанра 3D-экшен. Вот и еще один родственник Дума, созданный специально для Sony PlayStation, Келяк Зейблат. Каптан, дата-скрит показывает свидетельство о живописках на фейсах. Изолируйте все живописки и смотрите свои ручки. Хорошо, мужики, время идти к работе. Heat-seeking missiles approaching at 8 o'clock. Initiate emergency evasion maneuver. Time remaining to impact 4 seconds. 3 seconds. Evasion maneuver unsuccessful. Protect armor impact defense mode on. ID number A624F. Captain, Captain, International Peacekeeping Force, Polar Tactical Operations, White Lightning Team. Objective, Bifloss South Pole observation base. Objective, 50 meters directly ahead. Activate Protect Armor Combat Mode. Proceeding toward target entrance. What the? Med Mode on. Здесь гнусные инопланетяне выступают в роли главных врагов. Похоже, никто уже не верит в существование дужелюбных форумов. Что ж, придется напаливать в пуле непробиваемый яйцо как костюм и двигать в сторону ближайшего рассадения для пинфунтиан. Дом у нас такой, судьба у нас такая. Партридж Secured. Repair Parts Secured. Repair Parts Secured. А сейчас мы отправимся в Virtua City, виртуальный город, где двое полицейских лицом к лицу столкнулись с наркобандитами. Перед вами Virtua Cop виртуальный полицейский. Эта игра была аркадным суперквитом, поэтому Sega не стала медлить с его переводом в формат своего нового детища приставки Saturn. Как видите, игра представляет собой Teal, что как идея совсем не нового. Вспомним и Lethal Enforcers, и Matt.McCree, и прочие игры American Laser Games. Однако Sega удалось сделать большой шанс вперед. Эта игра по-настоящему трехмерна. Здесь на самом деле имеет значение куда и когда вы попадете в противника. Игра приобретает настоящий объем и увлекает не на шутку. Конечно, никому не удастся справиться с такой оравой вооруженных бандитов без специального оборудования. Вам помогут очки, начиненные электроникой. Они фиксируют цель и автоматически наводят прицел. Ваше дело не медлить жать на курок. КОНЕЦ Кстати, виртуальная тема будет продолжена в следующем выпуске, где вы увидите знаменитую игру Virtua Fighter 2, которую многие считают самым крутым трехмерным боевиком. Ну а на сегодня все. Удачи!